Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти сверлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Возлюбленная Богом Церковь, благодать, милость и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. Я хочу продолжить цикл проповеди под названием «Угодить Богу». Это последнее предупреждение Церкви, которое призвано приготовить ее к обличению в весон чистый и светлый, который будет являться нашим новым нерукотворным телом, которое призвано поглотить наше перстное тело. Евреям 11,6 «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Верою жена невеста Агнца в своем хождении перед Богом приготовила себя, и таким путем, прежде переселения своего на небо, она получила свидетельство, что она угодила Богу. И свидетельство сие состояло в том, что, минуя положенную всем смерть, ей дано было право облечь свое тленное тело в своего нового человека, пришедшего в миру полного возраста Христова, в достоинстве весона чистого и светлого. Весон же есть праведность святых». Для большей ясности этого обетования, которое подлежит исполнению в преддверии нашей надежды, прежде чем мы получим право на сретение с Господом на воздухе, выслушаем эту информацию в том порядке, в котором она записана в книге Откровения, Откровение 19,1-9. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение! И слава! И честь! И сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая раслила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков!». Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!». И голос от престола ишел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его малые и великие!». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!». Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Его славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься, висон чистый и светлый. Висон же есть праведность святых. И сказал мне ангел «Напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца!». И сказал мне сии суть истинные слова Божии. Итак, в данном месте Священного Писания представлены две жены, противостоящие друг другу и взаимоистучающие друг друга. Это жена, сидящая на звере багряном в лице вавилонской блудницы, которая составляет самую многочисленную прослойку или категорию в собраниях святых. То есть вавилонская блудница – это люди, которые смешивают божественные откровения с выбросами своего надменного человеческого интеллекта. И жена невеста Агнца в лице избранного Богом остатка изо всякого колена, народа, языка и племени, которая в хождении пред Богом верою угодила Богу и таким образом приготовила себя к обличению в весон чистый и светлый, который будет являться ее вечным небесным жилищем, в котором она будет жить, и не только она, но и Бог будет жить в этом вечном небесном жилище, то есть в нашем нерукотворном теле. Наше нерукотворное тело будет храмом Бога и Агнца, а Бог и Агнец будет храмом для нас с вами. И чтобы испытать себя, верили мы, то есть находимся ли мы в границах вероучения Христова, в границах света, в которых ходит Бог, мы стали рассматривать истинные твердыни спасения в дисциплине особого приготовления жены невесты Агнца, прежде чем ей дано было право на власть облечься в весон чистый и светлый в лице нашего нового человека. Так как хождение пред Богом верою в приготовлении жены невесты Агнца Агнца преследовало только одну цель – угодить Богу, чтобы получить свидетельство в достоинстве весона чистого и светлого, в предмете восхитительного нерукотворного тела, подобного славному телу Христа Иисуса. Именно обличение в наше небесное жилище будет для нас живым свидетельством, что мы угодили Богу, прежде нежели мы будем восхищены на облака, в свретении Господу на воздухе, как написано первое – человек из земли перстный, второй – человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление» – 1 Коринфянам 15, 47, 50. «При рассматривании истинных твердын спасения, которые состоят в плоде праведности, в которой мы призваны облекать себя, как в одежду, и которым призваны окроплять себя, чтобы приготовить свои земные тела к обличению весон чистый и светлый в лице Вышнего Иерусалима, который представляет собой достоинство жены-невесты Агнца. Мы уже рассмотрели определение славы Божией в Вышнем Иерусалиме и обратились к определениям Его светильника, которым является Агнец. Так как 12 составляющих образ светильника Вышнего Иерусалима уже были предметом нашего исследования, мы продолжим наше исследование с 13 составляющей. В 13-х светильник Господень, подобный драгоценнейшему камню Яспису Кристалловидному, вышки в Иерусалиме в лице доброго сердца жены-невесты Агнца, обнаруживает себя в ее способности быть престолом, на котором восседает ветхие днями. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь, огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись в книге. «Видел я тогда, что из-за изречения высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Даниила 7, 9, 12. В данном образе, представленным в аллегорическом формате, жена-невеста Агнца обнаруживает характеристики исходящего от нее света в характеристиках престола, на котором восседает ветхие днями. И если престолом Бога Всевышнего, который в лице жены-невесты Агнца представляет характеристики святости в пламени огня и в огненной реке, которая уходила и проходила пред лицом Всевышнего, то престолом бавилонской блудницы, претендующей на царское достоинство жены-невесты Агнца, является сам багряный зверь. Багряный – это зверь греха, потому что слово «багряный» относится как к греху. Если ваши грехи будут как багряные, как снег убелю. И поэтому она восседает на звере багряном, который ее представляет. Дисквалификация бавилонской блудницы и багряного зверя, на котором она восседает, претендуя на благородный статус жены-невесты Агнца, обнаруживает себя в восходящем свете суда жены-невесты Агнца, в котором за изречение высокомерных слов зверь был убит, и в глазах жены-невесты Агнца тело зверя было сокращено и отдано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята была власть, и продолжение жизни дано им на время и на срок. Под образом зверя с семью головами и десятью рогами просматривается человек греха, сын погибели, выдающий себя миру за Мессию Израиля. Телом зверя являются все те люди, которые имеют на своих челах или на своей правой руке позорное клеймо зверя. В нашем переводе – печать зверя. В оригинале – это клеймо зверя. К печати никакого отношения не имеет. Это позорное клеймо, которое определяется в этих людях помышлениями плотскими, ведущими их в погибель. Независимо от того, членами какой церкви они являются, жизни вечной удостаиваются только люди с помышлениями духовными, которые представляют на их челах печать Бога Живаго. То есть духовные помышления представляют на наших челах печать Бога Живаго. А плотские помышления представляют на челах людей позорное клеймо зверя. И поэтому клеймо зверя, которое определяется в людях помышлениями плотскими, они пойдут в погибель. В погибель вечную наследуют все люди, которые имеют на своих челах печать или начертание зверя в предмете их плотских помышлений, которые являются великим злом пред лицом Бога. Таким образом, светильник Вышнего Иерусалима в лице жены невесты Агнца обнаруживает себя в пламени престола Всевышнего, с позиции которого Бог производит суд над имеющими на своих челах клеймо зверя. Да будут словословия Богу в устах их, то есть речь идет о святых, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмоши их ваковы железные, производить над ними суд писаный, честия всем святым его. Аллилуйя. Псалом 149, 6, 9. То есть в данном случае мы видим, что Бог производит свой суд через святых, через избранный им остаток, которые подобны Ему, которые возлюбили правду в носителях правды и возненавидели беззаконие в носителях беззакония, потому что бесполезно просто возненавидеть беззаконие или возлюбить правду, потому что она проявляет себя только в носителях. Далее, светильник Господень, подобный драгоценнейшему камню Яспесу Кристалловидному, Вышнему Иерусалиме, в лице жены невесты Агнца, обнаруживает себя в способности восходящего света правды, которого спасение, правда которого и спасение, как горящий светильник. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник». Исайя 62.1 Устами Бога, которые дают Богу юридическое право не успокаиваться в своем ходатайстве и не умолкать, доколе не взойдет, как свет, правда Иерусалима, и спасение его, как горящий светильник, это все святые, в устах которых будет юридическая способность радостно словословить Бога, а в руках их будет меч обоюдоострый, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами и заключать царей их вузы и вельмоши хваковы железные. При этом следует отметить, что беспорочная радость в словословии Богу прилично и доступна только праведным. «Радуйтесь, праведный я Господи, правым прилично словословить» Псалом 31.2 Так что прилично словословить Бога только праведным людям. И когда мы видим хулиганы, лжехаризматические движения, бесятся, как обезьяны кричат, прыгают, рожают, квакают, кукарекают, они не Бога словословят, это там проявляется полностью адская пляска. Потому что только праведным прилично словословить Бога. И Святану в определении следует, что если радость человека порочна, то это говорит о том, что праведность его не обладает юридическим статусом, а следовательно славить Бога такому человеку неприлично. Таким образом, беспорочная радость в словословии Богу с единовременным наличием в руках меча обоюдоострого рассматривается Богом как восходящий светильник. Образ восходящего светильника – это образ восходящего солнца, знаменующего воскресенье из мёртвых, которое обнаруживает себя в исцелении святых, благоговеющих пред лицом Бога от смерти. То есть эти лучи исцелят от смерти и в единовременном попрании своими ногами нечестивых. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдёт солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых. Они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Малахий, 4 глава, 2-3 стих. Подводя итог данной составляющей, следует, что лучи восходящего солнца в формате восходящего света являются вестниками, возвещающими тысячелетнее царство, Иисуса Христа и избранного им остатка, для которого Господь Иисус стал светильником. При этом начало тысячелетнего царства будет ознаменовано не только исцелением от смерти, но и великим попранием всех нечестивых земли, деятельность которых состояла в том, чтобы приписывать себе достоинства посланников Бога, приписывать свои низкие пороки. Притом, когда речь идёт об этих людях, то речь не идёт о земных царях, речь идёт о царях, которые господствовали над своим телом, то есть о людях, которые называли себя верующими христианами, вот об этих великих мощных конгрегациях религиозных. В-третьих, давая определение характеристикам Вышнего Иерусалима в лице жены невесты Агнца, Писание говорит, что он, Иерусалим, имеет большую и высокую стену, и что стена города основана на 12 драгоценных основаниях, на каждом из которых написаны имена 12 апостолов Христовых. Он, то есть Иерусалим, имеет большую и высокую стену, стена города имеет 12 оснований, и на них написаны имена 12 апостолов Агнца. Откровение 21, 12, 14. Речь идёт о стене, которая находится внутри города Иерусалима, которая имеет 144 локтя, потому что сами стены Иерусалима, они обладают, значит, 12 тысяч стадий, что в длину, что в высоту, что в ширину. Это куб такой. А внутри есть уникальная стена на 12 драгоценных основаниях, стена из ясписов, 144 локтя. И на ней, на каждом основании написаны имена 12 апостолов Агнца. Во-первых, под 12 основаниями стены в мудром сердце человека следует рассматривать начальствующее учение Христова в формате нашей надежды, в то время как под большой и высокой стеной на этом основании следует рассматривать устроение нашего упования. То есть, это надежда, это фундамент здания, а уже сам дом, который мы выстраиваем, или храм, в который мы себя устраиваем на этом основании, на надежде, называется упование. Как написано, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе». На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Во-вторых, характер 12-ти драгоценных оснований стены Вышнего Иерусалима в лице жены невесты Агнца хорошо представлен в притче Христа о человеке, который построил дом свой на камне, который характеризует собою образ формата нашей надежды. «Итак, всякого, кто слушает слова мои, говорит Христос, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, на надежде нашего призвания. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры». То есть Бог допускает всякие скорби, потрясения, тесное обстоятельство, чтобы испытать своё строение. На чём оно стоит? На камне или же на песке? «И когда устремились все эти напасти на дом тот, то он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, то есть глупому, который построил дом свой на песке. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налекли на тот дом, и он упал, и было падение его весьма великое». Матфея 7, 24, 27. «И если основание дома, состоящего из камня, является нашей надеждой, представленной в образе 12 драгоценных оснований, то домом, построенным на этом основании в образе стены из яскиса вышиною в 144 локтя, является наше упование, возведённое на этой надежде». В-третьих, в строении храма Соломонова и стен его двора характер надежды нашего призвания, призванный быть основанием нашей стены, представлен был в больших дорогих камнях в размере 10 и 8 локтей. И если камни размером в 10 локтей символизируют образ святости завета, заключённого с Богом, то камни размером в 8 локтей представляют образ самого завета человека с Богом. В основании положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. Третий царь 7, 10. В-четвёртых, в пророческой песне сынов Кореевых характер основания нашей надежды, пребывающий в наших сердцах, в предмете 12 драгоценных оснований, представлен в святых горах, под которыми, разумеется, образ славных обетований, сокрытых в нашей надежде. Основание его, то есть Иерусалима, Сиона, на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех в селении Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Псалом 86, 2-й, 3-й стих. Так что обетование, горы, которые мы понимаем, что горы – это обетование Божие, оно является основанием, то есть надеждой нашего призвания. Если человек не разумеет обетование Божие, которое дано ему, то у него нет надежды, у него нет цели никакой. Поэтому строение его всегда будет на песке. В пятых, в одной из песен в учении Ефама из Рахита характер основания нашей надежды в предмете двенадцати драгоценных оснований Иерусалима представлен в правосудии и правоте, которые представляют основание престола Божия в сердце жены невесты Агнца. Правосудие и правота основания престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего Господи, то есть в границах света, в которых ходит Бог. А имени Твоем радуется весь день и правдою Твоей возносятся, ибо Ты украшение силы их и благоволением Твоим возвышается рок наш. Псалом 88, 15, 18. В 118-м псалме Давида характер основания живой стены Вышнего Иерусалима в лице жены невесты Агнца представлен в истине, которая является основанием всякого слова, исходящего из уст Бога. Основание слова Твое истина и вечен всякий суд правды Твоей. Псалом 118, 160. То есть мы видим, каким образом эти основания выражаются в Слове Божьем, которое Бог возвеличил превыше всякого имени Своего и Сам подчинил Себя этому Слову и сделался рабом Своего Слова. И Он считает, что это самое благородное имя Его, раб Своего Слова, которое Он изрек. Поэтому, если Бог стал рабом Своего Слова, то и нам надлежит быть рабами Его изреченного Слова и считать такое рабство великим достоинством, потому что в небесах нет более высокого ранга, чем раб Слова Божия. В седьмых пророчествах пророка Исаии характер надежды нашего призвания в предмете 12 драгоценных оснований истинных Иерусалима представлен в непоколебимом завете мира, камни которого положены на рубине и основание которого сделано из сапфиров. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий Тебя Господь, бедная, бросаемая бурью, безутешная, «Вот я положу камни Твои на рубине и сделаю основание Твое из сапфиров». Исаия 54, 10, 11. То есть здесь Бог образно показывает, как Он относится к людям, которые имеют под собою надежду из 12 драгоценных оснований. Восьмых апостол Павел называл надежду нашего призвания в образе 12 драгоценных оснований стены Вышнего Юрсалима в лице жены-невесты Агнца добрым основанием для будущего, чтобы посредством этого доброго основания достигнуть вечной жизни. 1 Тимофею 6, 17, 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатства неверные, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая в себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Во втором послании, это девятая часть, Тимофею апостол Павел определил характер надежды в сердцах народа Божьего в предмете двенадцати драгоценных оснований в стене Вышнего Иерусалима, как твердое основание Божие, которое имеет печать на челах святых, под названием «Познал Господь своих». Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию «Познал Господь своих» и отступит от неправды всякие исповедующие имя Господне. «А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Второе Тимофея 2, 19, 21. «Печать Божия в характеристиках стены, как мы увидим далее, указывает на тот фактор, что на челе жены невесты акция «Печать Бога», написанная на ее челе, состоит в имени Отца». Мы потом встретимся дальше с людьми, у которых печать на челах, которые представляют стену Вышнего Иерусалима. В десятых по учению характер надежды, который является основанием для нашего упования на Бога и на его слова, выражает себя в надежде на Бога, что будет воскресенье мертвых, праведных и неправедных. «Но в том признаюсь тебе», – говорит апостол Павел, «что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророков, имея надежду на Бога, что будет воскресенье мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Деяние 24, 14, 15. «В свое время, говоря о надежде нашего призвания, Иисус сказал такие слова, которые вошли в основание нашей надежды или вероучения. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изойдут творившее добро воскресенье жизни, отворившее или делавшее зло воскресенье и осужденье». Иоанна 5, 28, 29. Далее, в 11-х. «Все, что было записано в Писании, прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли в своем сердце надежду нашего призвания, которое является основанием нашего вероучения или основанием для возведения и устроения на нем нашего упования. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Римлянам 15, 4. «В 12-х. «Верою, обитая на земле, обитованной, как на чужой, Авраам ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог». То есть ожидал, долготерпел, терпел, пока он увидит этот город. То есть терпение – это ожидание определенного упования. Бог пообещал ему показать город, художник и строитель которого Бог. И поэтому Авраам с терпением ожидал, чтобы увидеть этот город. «Верою, Авраам поминовался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою, обитал он на земле, обитованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обитования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог». Евреям 11, 8, 10. То есть таким образом здесь было дано Аврааму указание на церковь Иисуса Христа, частью которого он потом и станет, потому что Бог его сделает отцом всех верующих. Ожидание – это надежда быть устроенным в город художник и строитель, которого Бог в достоинстве Вышнего Иерусалима в лице жены невесты Агнца. Отвечать требованиям жены невесты Агнца в надежде нашего призвания – это стратегическая цель всякого верующего во Христа Иисуса, как своего Искупителя. Необходимое для нашего спасения отсутствие такой цели – это путь в погибель. Это напрасная трата времени, напрасное просиживание или напрасная бурная деятельность, которую проявляют многие верующие для того, чтобы получить оправдание или спасение. Это путь в погибель. А теперь обратимся к образу большой и высокой стены, мерою в 144 локтя, состоящей из ясписа, представляющей собою характер нашего упования, которая была устроена на 12 драгоценных основаниях, представляющих собою характер и надежды нашего призвания. Мера в 144 локтя составляет 12 раз по 12, что представляет собой характер уникального в своем роде порядка Царства Небесного в сердце праведного человека, имеющего органическое причастие к жене невести Агнца. Потому что 12 – это образное число порядка Царства Небесного. А здесь 12 раз по 12, 144 делите на 12, будет 12. То есть посмотрите, насколько в этой стене заложено какое-то неземное совершенство. 12 раз по 12. Чтобы познать характер большой и высокой стены из ясписа, кристалловидного, мерою в 144 локтя, устроенной на основании 12 драгоценных оснований, мы обратимся к 14 главе книги Откровения. «Сейчас мы увидим, кто эта стена, кем она является. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сиони, и с ним 144 тысячи. Вот эта стена, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гусях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не свернились с джонами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они не порочены пред престолом Божиим». То есть множество спасенных, а это избранные из этих спасенных. Во-первых, с одной стороны, человек, устроивший себя в большую и высокую стену из ясписа кристалловидного, мерою в 144 локтя, это человек, у которого на челе написано имя Небесного Отца. Имя Небесного Отца, написанное на челе человека, это печать Бога Живака. На челе человека. Категория таких людей называется запечатленными или искупленными от земли, как написано. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога Живака. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дерева, доколе не положим печати, на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Откровение 7, 1, 4. Природа и характеристика драгоценного ясписа кресталовидного, представляющего наше упование на Бога и на Его Слово, из которого состояла большая и высокая стена, устроенная на двенадцати драгоценных основаниях надежды нашего призвания, это образ смиренного и сокрушенного духом, трепещущего перед Словом, исходящим из уст Небесного Отца, указующий на сработу воли человека с волей Божией, как написано. «Так, — говорит Господь, — небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю, насмиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом моим». Исайя 66, 1, 2. А с другой стороны, о категории людей, устроивших себя в большую и высокую стену на основании двенадцати драгоценных оснований, которые представляют собою жену-невесту Ангца, говорится, что в устах их нет лукавства, и что они не свернились с женами, ибо они девственники. Что указывает на тот фактор, что им открыта была истина о тайне тела Христова в лице Церкви Христовой, что дало им основание не осквернять себя взаимоотношениями с теми собраниями, которые не являлись женой-невеста Ангца, а претендуют на ее статус. Однако восхищение Бога вызывает только одна именитая черь, ноги которой одеты в прекрасной сандалии, которая является образом истинного света для мира, которая несет с собой истинное вероучение, отвечающее требованиям характеристик Вышнего Иерусалима. «Оглянись, оглянись, Суламита! Оглянись, оглянись! И мы посмотрим на тебя!» Другой голос отвечает, что вам смотреть на Суламиту, как на горовод Монаимский, и снова восхищается, «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях черь именитая!» Песня, песня 7.1.2 «Печать Бога на челе жены невесты Агнца состоит в помышлениях духовных, в то время как позорный клейм от человека греха и сына погибели на челах человека, называющих себя христианами, состоит в их плотских помышлениях». Я снова приведу это место Писания, чтобы оно хорошо в нашем уме запечатлелось, чтобы мы постоянно понимали и испытывали, и исследовали себя, «Какие наши помышления?» Потому что это образ печати Божией или образ позорного клейма зверя. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют» – это печать зверя, а живущие по духу о духовном – это печать Бога живаго. Помышления плотские – суть смерти, а помышления о духовной жизни – мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Вражда против Бога, то есть обычно таких людей, которые рождают с Богом, называют Писания антихристами. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» – Ревлянам 8, 5, 7. Исходя из этой констатации, люди, имеющие плотские помышления, не могут иметь никакого отношения к высокой и большой стене из драгоценного ясписа кристалловидного мира и в 144 локтя. Потому что именно внутренние помышления, сокрытые от глаз человека, определяют природную, истинную сущность самого человека. Написано в притче 23, 7. «Потому что, каковы мысли в душе человека, таков и он. В то время как не сверняться с женами или же быть девственником, следуя за агнцем, куда бы он ни пошел, означает не оставлять своего собрания. При этом под своим собранием имеется в виду только такое собрание, которое отвечает требованиям тесных врат. Поэтому такое собрание немногие найдут, а найдя, немногие туда войдут. Потому что это врата тесные, и войти туда со своими какими-то помышлениями, плацкими невозможно, или со своими взглядами. У меня моя голова, у меня моя Библия. Такие люди вообще не пройдут сквозь тесные врата. Потому что характеристика тесных врат определяет суть доброй жены в лице жены невесты агнца, в причастности которой человек обретает право на имеющуюся благодать Бога и агнца. Оставляя такое собрание, человек лишается благодати Божией, попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Чем и обрекает себя на некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противника, то есть антихриста такого, противника Христа. Давайте прочтем. Обычно это местописание никогда не считается целиком, его отрывают. А вот целиком эта мысль. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины своего собрания, речь идет о своем собрании, произвольно грешим, то есть оставляем свое собрание, то не остается боли и жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противника. Если отвершись закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто оставляет свое собрание, так как, оставляя свое собрание, он попирает Сына Божие и не почитает за святыню кровь завета, который ее освящен, и Духа благодать ей оскорбляет. Евреям 10, 25, 29. Представьте, что люди, покинувшие наше собрание, которые обладают достоинством тесных врат, обрекли себя уже на вечную погибель, и уже не кандидаты ада преисподней. Они разделят озеро огненное с ангелами, сатаны и с себе подобными. Во-вторых, человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного мира и у 144 локтя, это человек, который не колеблется в своей вере на обетование надежды своего призвания, потому что упование его в Боге. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое. Убежище мое не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя. Крепость силы моей и упование мое в Боге». Псалом 61, 6, 8. И еще одно местописание. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Тому боятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». То есть люди, которые имеют надежду призвания, потому что их упование в Боге, и они не колеблются поэтому в своей вере. Люди же, которые не имеют такой твердыни в своем уме, в своем сердце, они постоянно колеблются. Они постоянно бросаются из одной кранности в другую. Третьих, человек, устроивший себя в стену из ясписа крестоловидного мерою в 144 локтя, это человек, у которого упование на Бога вложено у груди его матери, которой для него является церковь Господа Иисуса Христа. «Но ты свято живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали наши отцы, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят, устами кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя ставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой». Псалом 21, 4, 11. Здесь говорится как о Христе, так же о тех, которые во Христе, то есть о тех, кто следует за Ним, как девственники, у которых имя Отца Небесного на челах. Четвертый человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного мерою в 144 локтя, это человек, для которого благо приближаться к Господу, чтобы получать возможность и право возвещать дела Божии. «Ибо вот все удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 27, 28. Как много Давид говорит о своей надежде и о своем уповании на Бога. И говорит, что он испытывает удовольствие, наслаждение, когда он приближается к Богу. И в то же время говорит, какая участь постигнет, которые удаляют себя от Бога. Бог никогда не удаляется от человека сам. Человек удаляется от Бога, а Бог не удаляется от него. Но когда человек удаляется от Бога, Бог не преследует его. Он просто ожидает, что будет дальше. Возвратится человек или же совсем уйдет во тьму. В-пятых, человек, устроивший себя в стену из ясписа мерою в 144 локтя, это человек, которого избрал и приблизил к себе Бог, чтобы он жил во дворах его и насыщался благами дома его. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии услышь нас, Боже, Спаситель наш. То есть, речь идет о нашем собрании. То есть, когда здесь говорится, что Бог приблизил и избрал человека, чтобы он жил во дворах его, то есть, в собрании, потому что Бог живет в своем собрании. И дворами Господа является свое собрание. Каждое собрание имеет внешний двор, имеет святилище и имеет святое святых. То есть, люди в этом собрании делятся на три категории. То есть, внешний двор он отдал на попрание язычникам, им придется испытать на себе всю ярость дракона и всю ярость наказания Божия, когда церковь будет взята, внешний двор не будет взят. Потому что в небесах внешнего двора не будет. Святилище – это неразумная жена, которая не позаботилась о достаточном количестве масла в своем сосуде, а уже святая святых – это мудрые. Но и мудрые, неразумные, неразумные потом становятся мудрыми, когда жена невесты Агнца уходит, когда младенец в лице жены невесты Агнца будет взят, тогда жена, которая была неразумна, заплатит цену за покупку Елея, и за то, что она заплатила цену Ейдана, будет два крыла большого орла, это Туми и Урим. И тогда она получит статус двух пророков. И тогда по ее слову, если кто-то будет выступать против нее, она может свести огонь с неба, чтобы он пожрал их. Она будет превращать воду в кровь. И так далее. Она будет обладать великой силой Туми и Урима во время правления Антихриста. И поэтому Антихрист со своей администрацией не будет к ней приближаться и даст приказ, чтобы к таким людям не приближались. Потому что пустыня – это освящение, в которое она войдет, и она будет настолько освящена Богом в этой пустыне освящения, куда она улетит благодаря крылам двух орлов. В шестых человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного, меруя в 144 локтя, это человек, который живет под покровом Всевышнего, что дает ему право покоиться под сенью всемогущего. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу прибежище мое и защита моя Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен. Который говорит Господу ты моя защита и прибежище и упование которого Господь. Это тот человек. Этот псалом называется живыми помощями. Все православные люди, идя на войну, зашивают этот псалом в свои шинели. Так было и во время Великой Отечественной войны. Но это их не сохраняло и не может сохранить, потому что они не разумели, даже если бы они наизусть выучили этот псалом, но не разумея сути, что Бог-то не является их защитой, он не является их упованием, то этот псалом относится только к людям, которые уповают на Бога. Щит и ограждение истины его. То есть истина, щит и ограждение только для тех людей, которые уповают на Бога. Тогда истина их защищает от всего. Она будет ограждать их. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, и язвы, выходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь упование мое. Видите, все время это только для тех, у которых упование Господь, то есть у которых имя Отца на челахах, девственники избранные, они следуют за акцием, куда бы он ни пошел, и они не сквернили себя с этими сатанинскими синагогами, не заключали с ними мир, они не были толерантными людьми, они возненавидели беззаконие в носителях беззакония и возлюбили правду в носителях правды. Видите, эти люди будут попирать льва и дракона, не он их будет попирать и преследовать, они будут его преследовать и попирать. Так что, когда церковь будет восхищена, жена-невеста Агнца, благодаря тому, что она приобретет елей в свои светильники, и этот елей будет на ней виден в образе двух крыльев орла, то есть, которые дадут ей такую силу, что она будет попирать льва и дракона. То есть, не Антихрист со своей администрацией и войсками своими будет попирать ее, а она будет попирать его. Они будут бояться сказать что-то на этих людей, потому что кто скажет что-то на этих людей или подумает плохо о них, написано тому надлежит быть убиту. Я много в своей жизни испытал моментов, где Бог убивал людей, которые восставали на меня, будь то верующие или неверующие люди. Но сейчас не время рассказывать об этом. В седьмых человек, устроивший себя в стену изъяс високристалловидного мерою в 144 локтя, это человек, который обратил свое сердце к знанию своего отца и хранит это знание в сердце своем и в устах своих. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых. Это отец обращается к своему сыну в этой притче и говорит преклони ухо твое и слушай слова мудрых и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем и они будут также в устах твоих. Если ты будешь веровать сердцем в это и будешь исповедовать, то ты спасешься. Вот о чем он здесь говорит. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня и ты помни. То есть все обетования, которые даны, они даны для людей, имеющих упование. Потому что люди, которые не имеют упования, имеют только надежду, это люди, которые будут спасаться как головня из огня, потому что у них было правильное основание. Но не было строения на этом основании из золота и серебра. Они построили из дерева соломы, и когда огонь испытал это строение, то сгорел. Когда огонь будет испытывать строение из золота и серебра, то это серебро и золото будет очищено от всяких инородных примесей. И это здание засияет всеми красками или цветами радуги. восьмых человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного мерою в 144 локтя, представляющую образ нашего упования, основанного на надежде нашего призвания, это человек, который как дерево посаженное при водах и пускающее корни свои у потоков. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево посаженное при водах и пускающее корни у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремии 17, 7, 8. То есть только тот человек, который имеет и надежду, и упование, является деревом, которое пускает корни свои у потока, то есть является древом жизни, которое растет по ту и другую сторону реки жизни. Здесь говорится о таком дереве. Но образно такой человек и во время засухи не боится, потому что она не страшна ему, и он не перестает приносить плод. В девятых человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного мира и в 144 локтя, это человек, который знает, что он нетленным серебром или золотом искуплен от суетной жизни. Не чувствует, а знает, что он искуплен от суетной жизни, переданной ему от отцов, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра 1, 18-21 Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших, утвердившихся в нем и в Боге, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. То есть человек, который является такой стеною, он знает, что его никогда не преследует генетическая жизнь отцов, и когда его постигает какая-то болезнь или какие-то обстоятельства, дьявол всегда ему говорит, это генетика твоих отцов, а он всегда говорит, нет, это обстоятельства, которые призваны испытать меня как золото, чтобы очистить меня от всяких инородных примесей. Поэтому дьявол всегда будет вас смущать, что любая болезнь или что-то произошло, что это результат генетического наследия, который мы получили от суетного семени отцов. Но это не так. Существует большая разница между этим результатом, между теми обстоятельствами, которые Бог намеренно допускает, чтобы испытать нас, потому что это испытание производит терпение, а терпение это очень интересный фактор, очень интересный фактор, без которого невозможно получить ни спасения, ни Царства Небесного. В десятых человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного мерыю в 144 локтя, это человек, в сердце которого живет Христос. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас упование славы. Христос у вас это упование славы. Мы уповаем на славу Христа, живущего в нас. А Христос как Сын в доме, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся твердо, сохраним до конца. Евреям 3, 6. Я полагаю, что подлинное дерзновение и подлинное упование легко сохранить до конца. До конца не сохранит тот, у кого это дерзновение и упование неистинное, половинчатое. Только половинчатое будет истреблено. Богу не нужно половинки какие-то или недоросли какие-то. Он взирает на свою невесту как на личность, которая достигла полноты совершенства, чтобы представить ее всем ангельским иерархиям, которые будут вечно восхищаться его невестой или тем домом, в котором будет жить сам Бог. Ангелы будут служителями в этом доме. В одиннадцатых человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного меру и в 144 локтя, это человек, который обладает способностью хранить здравомыслие и рассудительность. То есть мы все время себя испытываем, когда слышим эти слова. Если у меня здравомыслие и рассудительность, если оно есть, значит, я являюсь стеною и сосу меня как башня, я буду в глазах его, как достигшая полноты. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Притчи 3, 21, 26. Видите, как Господь бережно охраняет тех людей, которые имеют упование. Он не убоится никакого страха в ночи и нечестивых, которые попытаются оболгать его и присвоить ему свои пороки, а достоинство его присвоить себе. Он и этого не убоится. Я встречал многих людей сегодня, много людей, которые выхватывают из проповеди, данной мне Богом, и говорят об этом, как о своих откровениях, но только они это откровение всегда разбавляют, как блудница. Она растворяет вино, и оно делается великим блудом, за что они и будут потом наказаны. Если я видел, как все эти воры профессиональные пришли на похороны к висельнику, даже у православных, если человек закончил жизнь самоубийством, его никогда хоронить не будут православные, его будут хоронить мирские люди, а здесь весь свет пятидесятничества пришел хоронить висельника, он повесился, их епископ, и все подходили и целовали его в лоб. Этим самым они говорили, что мы такие же, как и ты, мы в очередь за тобою, но настолько вот невежество застлило их ум, жажда известности и власти поглотила их, и поэтому они продолжают воровать, блудница, она профессиональная воровка, она ворует откровения Божии, а потом извращает их, смешивает с выбросами своего надменного интеллекта, но Бог говорит, что невеста или человек, относящийся к категории невеста жены Агнца, никогда не испугается даже такого, почему? Потому что он уповает на Бога, он предает все это Богу, он знает, что Бог тоже это видит и Бог защитит свою истину для своей невесты, ему не надо защищать свою истину перед синагогами сатаны и перед этим миром, он защитит свою истину для избранного им остатка. в двенадцатых человек, устроивший себя в стену из ясписа кристалловидного мерою в сто сорок четыре локтя, это человек, который во Христе Иисусе сделался наследником, предназначенным к тому по определению Бога, совершающего все по изволению воли своей. В нем вы и соделались наследниками, то есть мы наследниками можем соделаться только во Христе, а чтобы попасть во Христа нечто нужно. Человек своими усилениями не сможет попасть во Христа и когда мы рождаемся от семени слова истины, мы не попадаем во Христа, нам просто дается залог и если мы этот залог не пустим в оборот и не получим прибыль, то есть не принесем плода правды, не посеем семя оправдания и себя с этим семенем оправдания, то никакого плода не будет, а мы попадаем во Христа, когда приносим плод в плоде при рождении нашего мафусала, а до этого мы не были во Христе и Христа в нас также не было, поэтому в нем мы соделались наследниками, то есть именно в нем мы делаемся наследниками нашего нерукотворного тела, когда говорится наследниками, мы должны прекрасно понимать, что нашим наследием является небесное жилище, наше нерукотворное тело, которое призвано поглотить собою наше рукотворное тело, то есть облечь нас собою, как жемчужные врата, это результат того, что там внутри жемчужных врат находится инородное тело, рукотворное, а сам жемчуг это нерукотворное тело, так что в небесах постоянно будет присутствовать и то, и другое, в нем мы и соделались наследниками, я продолжу эту мысль, наследниками нерукотворного тела, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послушать к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. Ефесянам 1.11.12 Еще раз повторю, что быть наследником можно только при наличии, если мы имеем упование на Господа. Если у нас нет упования и мы спасены как головня из огня, мы имели только надежду, а строение наше было на этом драгоценном камне из сена или соломы, то оно сгорело, а мы спаслись как бы из огня, но наследниками мы уже не станем. Мы не сможем наследовать то прекрасное нерукотворное тело, хотя они и будут воскрешены, но тела их будут совершенно другие. Они не будут обладать той славой, славой, которой будет обладать тело жены невесты Агнца, потому что тело жены невесты Агнца будет светом для мира. Весон чистый свет это свет исходящий от нее. То есть она своим телом будет преломлять убийственные лучи, убийственный свет Бога, так как Он будет жить в ней и только через нее они могут видеть свет и будут ходить во свете Иерусалима. на этом я хочу закончить. Аминь. Да благословит вас Господь и даст соделать ваши сердца сокровищницей у Рима и Тумима, чтобы вы могли радоваться в Господе и не смущаться ни от каких обстоятельств, ни от какой скорби или ни от какой болезни, постигшей вас. Но чтобы вы могли упованием на Бога демонстрировать жизнь Христа. И вы должны носить это все в информации, независимо от ваших чувств. Да, чувства могут быть понижены или вообще исчезнуть от определенных обстоятельств, но информация не может исчезнуть, которую вы сокрыли в вашем сердце. Поэтому если вы сохраните эту информацию, как сказал Давид, я утоп в вязком болоте большие воды уносят меня, я заблудился, как овца потерянная в защите меня, а потом говорит заповеди твои я не забыл. Так что можно при всем этом, когда обстоятельства будут очень тесные, оказаться в тупком болоте, в глубоких водах, но то, что есть в сердце, он говорит заповеди твоей, я не забыл. Вот поэтому Бог взыщет такого человека, рано или поздно эти скорби закончатся, это кратковременное страдание, так что устремите взоры к небесам и ожидайте избавления. и если оно замедлено, не пугайтесь, не отчаивайтесь, ждите, оно все равно придет. Аминь. Дорогая церковь, позвольте мне от вашего лица поблагодарить апостола Аркадия за то, что он нам мог передать то богатство и то откровение, которое было в его сердце через благовествуемое слово теперь, и оно является достоянием нашего сердца. Пастырь продолжает говорить нам о том, что каким образом жена-невеста Агенса в своем хождении угодила Богу. Из-за этого было дано и облечься в весон чистый и светлый, то есть облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Облечь свое рукотворное тело нерукотворным телом. Это очень важная составляющая, которая позволит нам право видеть напрямую лицо Отца. Люди, которые при жизни не приняли этого обетования, как мы видим, им только придется ходить во свете Иерусалима. Но если мы хотим увидеть лицо Отца, нам необходимо сегодня принять это обетование для того, чтобы наше рукотворное тело было поглощено жемчугом нерукотворного тела. И это происходит тогда, когда мы отвечаем характеристикам Иерусалима. И вот Пасырь сказал, какие вот характеристики мы рассмотрели. Уже четыре характеристики. У нас должна быть слава, которая есть в Иерусалиме. У нас должен быть светильник, который является драгоценным камнем, ясписом, кристалловидным. У нас должно быть твердое основание из 12 оснований. И у нас, разумеется, должны быть воздвигнуты стены, упование. Вот эти четыре характеристики. И сегодня Пасырь говорил нам о том, что каким образом необходимо иметь вот это основание, которое является надеждой. И как возвести стены высотой в 144 локтя, которые являются этим упованием. И что для того, чтобы устроить себя в эти основания или же обнаружить эти основания в себе, необходимо увидеть, что эти основания являются не песком, а являются этими камнями. И Пасыр сказал, что оказывается эти камни, они имеют большой размер, они в 10 и 8 локтей. И число 10 говорит о святости, число 8 говорит о завете. То есть здесь оказывается в основании завета мы открываем для себя святость завета Божия. И эта святость завета Божия выражается в том, если вы будете читать труды пастыря, там одна истина вытекает из другой, что вот эти числа 8 и 10, которые говорят о размере этих камней, они будут иметь на себе печать. Святость завета Божия имеет на себе печать. Познал Господь своих отступит от неправды. То есть Господь нас познал и мы должны отступить от всякой неправды. И когда у нас это есть, есть святость вот этого завета, теперь Господь говорит, после этого ты можешь обладать непоколебимым заветом мира, вечным заветом мира. Вначале основание Божие становится святым заветом. Как только туда ложится печать Господа, познал Господь своих и отступят от неправды всякие исповедующие имя Господа. В это время это основание святого завета трансформируется в вечное основание завета мира. Как это определяется, что наше основание из завета святости трансформировалось в вечный завет? Мы вдруг обратили внимание, что оказывается, все это время мы строили на вершине горы Сиона, и что мы являемся частью Иерусалима. Писание говорит, что горы сдвинутся и холмы поколеблятся, а вот гора Сион не сдвинется и она не поколеблется. Почему? Потому что там есть вечный завет Бога с человеком. И это есть доброе основание. И когда у нас вот такое основание есть, вот теперь, обладая этим, мы можем называть несуществующее, как уже существующее. и посмотри, что такое называть несуществующую державу жизни, как уже существующую. Он говорит, только при одном условии, если эта держава уже сейчас лежит в формате учения Иисуса Христа пришедшего в плоти, в формате истины, твердыни спасения в нашем сердце. Если она не лежит в нашем сердце, то это говорит о том, что пока без этого обетования для нас нету в Иисусе Христе. Сказать, что все эти обетования находятся в Иисусе Христе может только тот человек, который имеет все эти обетования в своем сердце в формате учения. И поэтому, когда мы говорим «Господь, я благодарю Тебя за державу жизни и за тело нерукотворное», мы должны понимать, что к этому времени, чтобы произносить эти слова, чтобы эти слова не были праздны, в моем сердце должны эти истины лежать в формате учения. Я должен понимать, что я только что сказал, чтобы я не занимался самовнушением и чтобы это не было похоже на шизофрению, но чтобы я говорил то, что уже есть, этого нет в физическом мире, но я называю его существующим, потому что оно уже есть в духовном мире, оно уже есть в формате заповедей, в формате учения, уже в моем сердце. Я называю то, что уже есть в духовной сфере, что оно скоро найдет свое место и в физической сфере, и наше рукотворное тело будет поглощено нашим нерукотворным телом. Поэтому, святые, я бы хотел сейчас от лица апостола Аркадия, потому что призывать их к покаянию может только апостол, либо человек, которого поставил апостол временно, призвать их к покаянию. Поэтому любой человек, который призывал к покаянию и за ним повторяли молитву покаяния, которого не послал апостол и не являлся апостолом, это время для покаяния сегодня, прежде чем они будут вернуты вечную погибель. Если кто-то когда-то принимал исповедание, будучи не апостолом и будучи не послал апостолом, это может быть последний шанс, когда нам будут прощены эти грехи и беззакония. Также все эти святые, которые говорят, Господь, я хочу, чтобы мне обладать вот таким вечным основанием. Господь говорит, для этого необходимо, чтобы вначале твое основание в твоем сердце было святым заветом. Святой завет он имеет печать. Познал Господь своих и доступят от неправды все исповедующие имя Господня. Поэтому мы можем сегодня прийти на этом месте и исповедовать свои грехи для того, чтобы сказать, что Господь в моем сердце есть завет святой. И Господь говорит, и теперь твое сердце становится вечным заветом. Теперь я могу увидеть, что те обетования, которые находятся в Иисусе Христе, являются юридическим твоим основанием и твоей судьбой. Поэтому мы, святые, будем ждать вас у алтаря. Все те, кто хотят сегодня освежить вот эту печать, познал Господь своих и доступят от неправды все исповедующие имя Господня. Будем молиться, мы будем ждать вас у алтаря. Иисусе Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисусе Христа. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы заступить и защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки, воздетые к небесам, это знак того, что мы готовы прямо сейчас принять от Бога без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня, кровью и сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Вашего имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения, гор древних и холмов вечных. И да будет Твое рукотворное тело обличено в нерукотворное тело, созданное по Богу в праведности и святости истины. И да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова